Поздравляю всех с тем, что прекращены несколько преследований, временно, да, в отношении Санава Бушиева и Ивана Чичиева. Но сегодня в Верховном суде было заседание по делу Бадмы Бурчиева. Верховный суд оставил его без изменения. Теперь Бадме нужно будет выплачивать штраф 20 тысяч рублей. Так, на тему эфира этого 4 ноября. 4 ноября у нас был День России. 4 ноября был День России. Я ходил на площадь. Было много людей, были артисты, были представители власти. Выступало много там, были представители власти, но не выступал Трапезников. Потому что даже во власти наша власть понимает, что Трапезникова не признают большинство горожан и не стали рисковать, не стали давать ему слово. Ну, сам праздник, конечно, тоже неоднозначный. Все знают, что к калмыкиям никакого отношения не имеет. Только то, что мы россияне. Причина праздника – это разборки в истории России за престол, в которых не участвовал наш народ. Ну, и хотел сказать, что я ходил по площади. Эфиры сохранены, есть на ютубе. Общался с людьми на площади, с простыми людьми, с депутатами, с чиновниками некоторыми. И могу сказать, что большинство у нас, ну, по крайней мере, вот со мной общались позитивно. Я как разговаривал, как и на камеру, так и без камеры, потому что у меня телефон в одно время сел. Вот. В принципе, все настроены позитивно. Всех поздравлял с праздником. На площади было всего два человека, которые были мне не рады. Это был, как его, Бадмашкаев, да, врач. Подошел к нему, хотел поздравить с праздником, но он так брезгливо на меня посмотрел. Не протянул руку сначала, пока я ему не сказал, что вроде же праздник, день народного единства. Неужели он не хочет дать руку в этот день? Вот. И второй человек, это был Бату Сергеевич Хасиков. Я также подошел к нему. Телефон у меня в тот момент был, к сожалению, севший. Батарея была севшая. Это было уже во время выступления наших рэперов. Ну, не наших, ну, российских рэперов, да, вот, кто там. Батишта. Этот, как второй, Дина Эмси. Перед этими, кстати, исполнителями было немного неловко, потому что люди уже разошлись, и они выступали под их песни, там танцевали очень мало людей. Вот. Ну, вот в этот момент, кстати, я подошел к Бату Сергеевичу, там стояли с ним рядом Зайцев, Баир стоял, Болдырев, вот с ними всем поздоровался, с Бату Сергеевичем поздоровался. И задал ему вопрос, считает ли он меня врагом. Спросил, ну, вопрос обосновал тем, что вот в интервью радио «Маяк» он сказал, что все, кто выходили на площадь на митинг, априори против него. Вот. Ну, сначала он, как, сказал, что мы ведем нечестную игру, что я, наверное, записываю. Я взял телефон, отдал Баиру Болдыреву, вот, и, значит, вопрос повторил. На что он опять же сказал, что мы ведем нечестную игру, перевираем его слова. Я напомнил, ну, сказал, что я неоднократно в эфире говорил, что я могу только субъективно оценивать всю ситуацию, потому что я говорю только за себя, и всем говорю, слушайте всех. Спросил, что именно мы переврали, что именно я переврал. Он мне сказал, ты знаешь. Я еще раз спросил, он опять повторил, что я знаю. Ну, на что я сказал, ну, все, ладно, короче. Сергеевич протянул руку, чтобы попрощаться, а он мне руку не дал. Говорит, я тебе уже руку давал. Все, ну, ладно, давал, давал, все. И ушел. Бату Сергеевич сам из спорта, да, и я вот когда смотрю эти всякие соревнования, да, там, и мне вообще не нравятся спортсмены, которые не дают руку, там, перед боем, после боя. То есть, как-то это не по-спортивному, да, если говорить о честной игре, о чем сказал, да, Бату Сергеевич. Я считаю, что нечестная игра это применение административного ресурса, включение, вот, сейчас, например, всех участников, всех активистов протеста, все, кто недоволен назначением Трапезникова, всех преследуют. Составляют протокола за участие, за организацию митингов. Приезжают к людям домой, сотрудники, оперуполномоченные, не знаю, почему они приезжают. Приезжали вот Баири Цыгаменка на работу, она сейчас в степи, сажает джузгун, то есть борется с опустыниванием. Они вот за пару месяцев должны посадить около двух миллионов саженцев. И тут к ним приезжают тоже какие-то неизвестные сотрудники уголовного розыска почему-то, не показывают свои документы и говорят, что они не по митингам, начинают там все осматривать, ну, ищут к чему докопаться. То есть, также Баира вот с ней сегодня по телефону разговаривал, звонят ей студенты, которые у нее хотят практику проходить, и им запрещают проходить практику в информационно-консультационном центре помощник. Это организация Баири Цыгаменка. Хотя у них очень много студентов проходит практику, им там нравится, они сами туда просятся, потому что там настоящая практика. Вот, им запрещают, как же фамилию она говорила, кто им запретил? Куратор. Забыл, к сожалению, но обязательно мы скажем, что это за человек запретил. Вот, короче, давление по всем возможным фронтам идет. И вот, возможно, Бату Сергеевич это считает честной игрой. Такие способы. Чтобы удержать на посту главы города, ну, пока еще и его главы города, Трапезникова, он прессует нас, получается, всеми возможными способами. Вот, ну, вот, мы пообщались, он мне дурку не дал, я ушел, отхожу, мимо прохожу и вижу, что он на меня смотрит, да. Я думал, ну, может быть, случайный взгляд совпал, да. Иду дальше, после опять смотрю, он провожает меня взглядом. Пришлось остановиться, спросить, может быть, он что-то сказать хочет. Ну, и я сразу вспомнил историю с Александром Лотом, да, когда у них там был стардаун. Вот, видимо, он решил повторить этот психологический прием, да. Остановился, стал ждать, что будет. Стояли там, вот я же говорил, да, там Баир, Зайцев стоял. Люди стояли, я смотрел на него, да, и видел, что рядом стоят женщины, смеются над этой ситуацией. Вот. В общем, была, ну, реально ситуация была смешная, я не знаю, для чего это было. Я в его взгляде увидел, не знаю, что, может быть, он хотел напугать меня, но я больше увидел, может быть, действительно какое-то презрение или что. То есть, я вижу, что он не может объективно оценивать нынешнюю ситуацию. Он, наверное, верит, что мы враги, да, что мы заряжены какими-то бенефициарами, еще чем-то, да. И я понимаю, что он не знает, что делать, кроме вот таких административного давления, всякого давления с помощью ресурсов административных. И могу сказать, что митинги продолжатся, потому что чем больше на нас давят, тем больше мы понимаем, что мы правы. Давят, вы знаете, какими методами, да. Опять же говоря, о честной борьбе все помнят, что 27 октября... 8 октября был, да, митинг? 8 октября пытаются признать несанкционированным митингом. Хотя, даже опираясь на один закон о митингах, можно понять, что он был санкционированный. Плюс, там, вы помните историю с этой сценой, может быть, разбор сцены, ремонт, может быть, это честный метод борьбы. Я вообще теперь, я, как сказать, ну, был, да, поклонником, да, спортивной деятельности Блату Сергеевича Хасикова. Ездил на все бои его в Москву, ездил на его реванш с Фернандесом, когда он в Элисте проиграл, а в Москве выиграл. И вот именно тогда, я помню, у меня был флаг, я здесь в самом верху сидел, бежал, вниз прыгал через эти трибуны, чтобы дать ему этот флаг, передал его Сангаджи Тарбаеву, Сангаджи его передал Бату, а он его взял и на пол бросил. Сангаджи его поднял, конечно, сразу, да, и когда мы ехали назад в автобусе, весь автобус, ну, как бы, это все случаи, конечно, увидели, начали, типа, говорить, вот, он так поступил с калмыцким флагом, и тогда я его защищал, говорил, что он просто, ну, как сказать, может быть, не увидел, уронил, там, нечаянно все это, но, конечно, это был такой первый звонок, наверное, и вообще теперь сомневаюсь, что в своей карьере он проводил честные бои, если говорить о честной игре, да, вот я знаю, есть организации, там, типа, UFC, да, где у них очень сильно отслеживается все, вот эта атлетическая комиссия, то в российских организациях это не так, и, конечно, под сомнением ставлю теперь все его победы, потому что, если говорить о честной игре, если он говорит о честной игре, и со всего стороны игра нечестная в отношении нас, то я ставлю под сомнением всю его деятельность. Разговаривал, кстати, и с Зайцевым, да, и с Казачковым, вот я, например, Трапезникова я интуитивно не принял, когда он пришел, сразу, даже вот по-одному, на него посмотришь и видно, что, ну, как сказать, что за человек, да, есть, ну, естественно, я это не озвучил, начал искать информацию о нем, смотреть, ничего хорошего не нашел про него, никакой информации, вот, если говорить там о Зайцеве, у меня такого интуитивного нет, неприятия, так, но, опять же, люди не вышли, когда назначили Зайцева, люди вышли, когда назначили Трапезникова, поэтому, хочу сказать, что это для меня главная цель, чтобы ушел Трапезников, это главная цель для всех протестующих, да, нас очень много, но, опять же, вот, повторюсь, меня не все понимают, когда я говорил, да, что я только против Трапезникова, не против Хасикова, скажу, что противников, Трапезников очень много, и они все с разными взглядами, и политическими, и не только политическими, вообще жизненными взглядами, но мы все сходимся в одном, и кто-то вот заметил, действительно, Асана Убушиев сегодня ходил на прием к Аюкея Сергеевича Хасикова, и он там подметил, да, что действительно Трапезников в нас всех объединил, в этом самый большой плюс, он как прививка, да, для нашего народа, вот, иммунитет сработал, наш организм оздоровляется, и я надеюсь, мы скоро все вылечимся, что наш народ будет здоров, да, А все вирусы, да, все, все органы, которые уже неизлечимы, я думаю, надеюсь, они усохнут, увянут, да, отомрут, да, на их месте родятся здоровые клетки, вот, так, вопросы, если есть, сейчас про что-нибудь отвечу. Ослабленные бактерии Трапезов, он не бактерия, он вообще вирус, который прививает, вот, и мы показали, что у нас иммунитет в порядке, так, жаль, что я многого о нем не знал, и с флагом историю слышу впервые, ни за что бы не голосовал за него, опять же, можете мои слова проверять, а то опять скажут, что я вру, придумаю что-то, «Файт Найт» скандальная организация, у них полно скандалов с подставами, ну, возможно. Так, ну, в общем, да, я, в принципе, рассказал, да, а, ну, кстати, да, вот, читал последний пост в большинстве, да, читал, он там написал даже про тот случай, когда я к нему подошел, и опять же он с таким негативом пишет, что я пришел, что-то там честному человеку мешать там сувениры покупать, хотя я просто шел, как если вы видели в эфир, я ко всем подходил, спрашивал, какой организации работаете, и поздравлял с праздником, вот. Он сделал вид, что он меня не знает, хотя, если бы он меня не знал, зачем-то, неужели, получается, он всех, кого не знает, вот так встречает пренебрежительно, не то, что пренебрежительно, а прямо с брезгливостью какой-то, ну, это видео есть, можете посмотреть, вот. Он считает нас проплаченным, вот, по поводу, кстати, Башанкаева, о нем я очень только хорошее читал, да, что врач хорош, и опять же я вижу, что он также, возможно, уверен в том, что мы его проплачены, он не один раз пишет про эти серебряники, якобы мы проплачены от кого-то, прям, я надеюсь, он когда-нибудь поймет, кто проплачены, а кто не проплачены, ну, и посмотрим на его реакцию, так, кстати, по тем, о том еще забыл сказать, кто был на площади, я ходил, подходим, подходил к людям, многие видели, что там были не так, например, как на митингах наших, да, люди стояли по одному все, там, по два, по три человека, а тут все были прям организациями, они даже меня просили сфоткать некоторые их вместе, они становились вместе, в основном, вот, там были детские сады, сотрудники детских садов, были некоторые школы, были студенты медколледжа, вот, это тех, кого его успело посетить, были, ну, и организации, вот, как его, РЦН, еще какие-то организации, были сами депутаты, в общем-то, да, ну, и в принципе, они, да, особо даже не скрывали, что их согнали действительно на это мероприятие, тоже, я же говорю, вот, некоторые моменты я не снимал, из-за того, что у меня телефон сел, вот, я разговаривал с Борьем Уджиковым, да, депутат ИГС, директор РЦН, стояли разговаривали, он говорит, ну, ладно, пойду отчитаюсь, говорит, а, не, пойду отмечусь, он говорит, я говорю, перед кем, он раз, так, себя, ну, говорит, не перед кем, говорит, просто со своими, что вот я здесь, типа, ну, почему-то он сказал, пойду отмечусь, вот, потом были еще знакомые, которые, говорит, я бегаю своих ищу, то есть им надо было обязательно найти своих коллег, чтобы показать, что они были на этом мероприятии, вот, и опять же, после речи Бату Сергеевича Хасикова люди стали резко расходиться, к двум часам было вообще мало людей, меньше даже, чем на той фотографии, которую распространяли наши митинги, там, где писали 600 человек, да, так, учителям сказали принести портреты ХБС, но перед всем выходом отменили приказ, да, им, почему отменили, потому что мы начали также писать, что ссылаться на закон, что если бы там были какие-то лозунги, еще что-то, мы бы это обратили против них. там, да, хотели учить песню Сердцехотун, я знаю, но тоже это, как сказать, думали, что это, как типа оседлает нашу волну, да, ну, если бы они начали петь эту песню, это было бы еще больше нашей победы, а так, то, что не вышел Трапезников, это уже говорит о многом, возможно, они приняли это решение после выступления Бату Сергеевич, кто смотрел это выступление со сцены, обратили внимание, что после того, как он завершил речь, последовали очень жидкие аплодисменты. Так, ну, можете, да, посмотреть, видео, наверное, есть в интернете. То есть люди никак не отреагировали на его речь, не приветствовали, как, например, раньше, да, во время даже предвыборной кампании, и, то есть, можно уже сделать вывод, что было бы, если бы вышел Трапезников, если главу Калмыкии люди так не поддержали, да, в его речах, то Трапезникова, скорее всего, даже освистали, причем не мы, да, не его, да, такие активные противники, его бы могли освистать даже те же бюджетники, госслужащие, которых обязали прийти на этот праздник. Вот. Ну, в принципе, все сказал, время у меня уже заканчивается, поджимает. Опять же, да, сомневайтесь во всем, сомневайтесь в моих словах, проверяйте, делайте самостоятельные выводы, и пробуждайтесь. Так, все, всем всего доброго.